Самым стойким в этом провале оказался светофор. Он, несмотря на то, что провалился в яму, продолжал регулировать движение. Очевидцы отпускали немало шуток по поводу стойкого трехглазого, но в целом ситуация выглядела совсем не смешно. Фура проезжала со стороны профинтерна. Видимо, уже давно подмывание шло. Фура проезжала и рухнул асфальт. Слава богу, без жертв. На пешеходнике никого не было. Предпринял какие сразу попытки. Вынес большую картонную коробку, перегородил, чтобы машины встречные не могли попасть в яму. Из-за провала асфальта и хлынувшего потока горячей воды затопило подвалы близлежащих домов. Пострадали собственники продовольственных магазинов. Одным из них приготовились к худшему – достали спасательные лодки и жилеты. Акуда по стенам стекалось? Где? Непосредственно вот, видите, вот все эти небольшие отверстия, они прям текло по всему периметру. А здесь повезло меньше. Вода прибывала внезапно и быстро, подтопила товар, который хранился в подвале. Убытки не на одну тысячу рублей, говорит женщина. Вон, видите, эта сторона выходит к этим люкам, которые… и оттуда оно все пошло. Много воды убрали? Ну, ведер пять убрали точно, если вот так вот было, что подтоварника затопило, вы видели. Сколько товара пострадало? Ну, еще не считали. Как сообщили в СГК, повреждения постарались устранить как можно быстрее. Работы по откачке воды провели. В настоящее время специалисты ведут работы по поиску этого повреждения. Но, предположительно, оно произошло на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм, который введен в эксплуатацию 61 год назад. Сейчас уточняют список домов, которые попали под отключение воды. В ближайшие часы начнется ремонт на трубопроводе. Главное, чтобы после такого ремонта на роковом месте не оказался автомобиль или пешеход. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком.